МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Оренбурге, 19.30. Добрый вечер. В студии Татьяна Ленкова. Я с коллегами продолжаю рассказывать о том, что случилось сегодня в Оренбурге и Оренбургской области. В начале коротко о темах. Добраться на другой берег Урала можно будет только по канатной дороге. С началом реконструкции набережной все спуски к воде и мосту будут перекрыты. Стрелок задержан спустя несколько дней после драки со стрельбой на улице Липовой, кадры которой обсуждались интернет-пользователями, агрессивного парня все же нашли. Программы по переселению с ветковой жилья продолжают будоражить общественность. Одни жители 42-го дома по улице Павловской готовятся к переезду, другие же пытаются этого добиться. День малинового варенья – сладкий праздник. О пользе ягоды не спорит даже официальная медицина. От лакомства невозможно отказаться. По какой причине сотрудники канатной дороги отказывают оренбургцам в поездках? И почему автомобиль скорой помощи не всегда оперативно может подъехать к центральной районной больнице? Ответы в рубрике «Дежурный корреспондент». Пешеходный мост через Урал через несколько дней будет закрыт. Добраться на другой берег реки можно будет только по канатной дороге и в определенное время, сообщили сегодня в мэрии. Это связано с предстоящей реконструкцией набережной и спуском к Уралу. Зауральную рощу пешеходы смогут посещать только при таких условиях до ноября. Будет перекрыт и Елизаветинский спуск. В связи с этим переход, вернее уже переправа, так скажем, на другую сторону реки Урал будет осуществляться по канатной дороге. Естественно, и интенсивность, и время будет максимально подбираться под, так скажем, чаяние горожан. По предварительной информации, мост перекроют уже в начале следующей недели во время реконструкции. Первое, с чего начнут строители, это спуск к реке, добавили в департаменте по градостроительству. Лестницу планируют сделать максимально похожей на первоначальный исторический вариант. Спуск к Уралу на набережной – классический пример сталинского ампира – был построен в 1952 году, а первая реконструкция была проведена в начале 80-х. Подрядная организация тогда отошла от проектной документации, отказалась от некоторых элементов спуска, использовала не специальный бетон, а гранитные плиты. Пошли по простому пути в 80-м году. Основные, родные элементы не стали реставрировать, а разрушили. Практически все балясины, все перилы были разрушены. На месте бетонных ступеней, которые были сделаны по принципам классицизма, появились гранитные плиты, весь конструктив объекта получил нереальную нагрузку, и те металлические балки, которые были изначально в 50-х годах заложены, они получили, так скажем, перенагрузку в десятки раз. В прошлом году городские власти приняли решение о реконструкции спуска к Уралу и набережной. Согласовались с федеральным центром, и был разработан проект. Единственное условие – реконструкцию здесь могла проводить только та организация, которая имеет лицензию на проведение работ с памятниками культурного наследия. В итоге конкурс выиграла компания «Скип». Освоить ей придется порядка 52 миллионов рублей. Сейчас опробируется бетон, который станет основой в реконструкции лестницы. Бетон – это цемент высокой марки, это мраморная белая крошка, мраморная пыль или мраморный песок, то есть очень мелкой фракции песок. И все. Прочность фантастическая. Мы с этим столкнулись, с этим материалом, когда нашли при установке памятника Рычкову на привокзальной площади фундамент Иосифа Виссарионовича Сталина. Ни один абсолютно прибор, что бы мы ни привозили, вообще в принципе не мог повредить даже этот конструктив. Первый этап реконструкции набережной, в данном случае спуска, планируется завершить к ноябрю. Второй этап коснется нижней набережной и станции детской железной дороги. Сейчас согласовываются все вопросы с РЖД. Александр Жарков, Сергей Завалишин, Орин ТВ. Судя по информации, размещенной на сайте госзакупок, тендером заинтересовался лишь один участник. Он и стал победителем в конкурсе, предложив всего на одну тысячу рублей меньше от максимальной цены электронного лота. Компания депутата Оренбургского горсовета Владимира Курникова обязана по 52-миллионному контракту выполнить строительные и восстановительные работы до ноября. Конфликт футбольного болельщика из Ростова и оренбургского жителя дошел до суда. В мае в ходе драки оренбуржец пырнул ножом приехавшего на футбольный матч гостя. Сообщается, что обвиняемый свою вину признал частично. Говорит, что удар нанес не специально. Так получилось. Сейчас суд приступил к допросу свидетелей этого происшествия, так что процесс еще не окончен. Теперь о других происшествиях расскажем в рубрике «Ориентировка». Оренбургский стрелок найден. 22-летнего оренбуржца, который в одном из дворов на улице Липовой стрелял и избивал мужчину, приехавшего из Екатеринбурга, полицейские задержали. Кадры драки со стрельбой, запечатленные камерой видеонаблюдения, попали в сети в начале недели. На них видно, как после словесной перепалки между двумя компаниями, молодой человек несколько раз в упор стреляет в противника, а затем начинает избивать его. Благодаря видеозаписи агрессивного парня нашли, однако на оперативных съемках он уже не такой бойкий. Как вы попали в отдел полиции? За что? Не будете отвечать на вопрос? Задержанный в совершенном деянии сознался и раскаялся. Также он пояснил сотрудникам полиции, что жители Екатеринбурга со своим товарищем в нетрезвом состоянии шли по проезжей части и не уступили дорогу его автомобилю. На данной почве произошел весь конфликт. Дознавателями отдела полиции номер 3 МОМВД России Оренбургская возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство». Максимальное наказание – лишение свободы сроком до 5 лет. В Ахчи сгорели за считанные минуты. На трассе Оренбург-Самара в Сорочинском округе сгорела продуктовая фура. Известно, что у КамАЗа, который ехал во встречном направлении, отлетело колесо и попало в многотонник, груженный дынями. Из-за чего фура съехала в Квет, опрокинулась и загорелась. К счастью, водитель успел выскочить до того, как пламя охватило кабину. Сейчас полицейские ведут проверку. Им предстоит выяснить точную причину аварии. Вот здесь и закончилась криминальная карьера 26-летнего наркокурьера из Свердловской области. Транспортные полицейские получили оперативную информацию и уже следили за мужчиной. Когда тот в очередной раз отправился делать так называемые закладки, было принято решение о его задержании. Операция прошла, как говорится, без шума и пыли, с поличным. В карманах у него было изъято более 100 граммов синтетических наркотиков. Это не все зелье, которое привез сбывать в Оренбурге предприимчивого уроженец Свердловской области. Линейные полицейские побывали на съемной квартире задержанного и проверили уже сделанные закладки. Масса изъятого наркотика выросла в 6 раз. У данного гражданина были изъяты наркотические средства синтетического происхождения около 600 грамм. Было возбуждено уголовное дело по пункту ГКС 4 ст. 228, прим. Уголовный кодекс РФ, незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. А это тюрьма сроком до 20 лет. Распространение синтетических наркотиков, как гидро, говорят полицейские. Как правило, удается задержать мелких сбытчиков. Организаторы же преступного наркобизнеса зачастую орудуют по сети интернет из-за границы и в строгой конспирации. Искали долга и поймали. Полицейские города Орска задержали мужчину, который находился в международном розыске. Известно, что в декабре 2012 года в полицию Москвы поступили многочисленные заявления от людей. Они просили призвать к ответственности мужчину, от действий которого пострадали многие. По заверениям потерпевших, бизнесмен занимался продажей автомобилей, но не возвращал обратившимся к нему людям вырученные в результате сделки деньги. Общая сумма ущерба, причиненного хитрым посредникам, составила порядка 3 миллионов рублей. В 2012 году 34-летний подозреваемый был объявлен в розыск, а в сентябре 2013-го – в международный розыск. В настоящее время предприимчивый делес находится под стражей. В Твери разыскивают подростка из Орска. 16-летняя Ойшабана Иргашева вечером 20 июля ушла из дома по улице Тагильской, 42, город Орска. Последний раз девушку видели 6 августа на Тверском вокзале. Примета, рост 160-165 см, азиатский тип лица, черные волосы, средней длины, среднее телосложение. Была одета в черную футболку, джинсовые бриджи и красные туфли. Может представляться именами Бона, Елена. Всех, кто обладает информацией о ее местонахождении, просят сообщать по указанному телефону. Решил встретиться с избирателями, оформив встречу как митинг. Тема становится все более обсуждаемой. В Оренбургском законодательном собрании на рассмотрение закона проект, согласно которому встречи депутатов с избирателями могут быть приравнены к публичным мероприятиям. Также планируется определить гайдпарки, где такие встречи могут проходить без согласования. Сейчас депутаты как областного уровня, так и муниципалитетах начали высказываться против нововведений. А эксперты добавляют, нечто подобное уже было в истории нашей страны. Привело это не к самым радостным событиям. Все вот эти мероприятия приравниваются к публичным акцентам. То есть на меня распространяются ответственные меры и административный кодекс в этом случае. Если, допустим, что-то происходит или нарушаются какие-то каноны проведения уведомлений, подачи, а также само мероприятие, то я буду нести ответственность как физическое лицо со штрафом до миллиона рублей. Все решения, в том числе и репрессия, они принимались, понятно, на самом верху. Все решения принимались. Но создавалось впечатление, что они все идут снизу. То есть в архивах сохранились документы, как проводились эти собрания. То есть снизу обязательно очень важно было, чтобы шли эти инициативы. То есть приходили какие-то агитаторы, кого-то подговаривали, кто-то выступал, что мы, соответственно, терпеть не можем больше этих врагов народа на теле нашей социалистической родины. И все типа единогласно голосовали. Комитетом по местному самоуправлению, вопросом деятельности органов государственной власти, которая уже рассмотрела этот законопроект, было предложено принять его в первом чтении. Причем если решение будет принято, говорит Владимир Фаролов, то утратится одна из статей в законе о статусе депутата. Исключить из текста закона о статусе депутата статью 11. Это о чем она? Это о том, что она дает право депутату законодательному собранию прийти в какую-то организацию по его желанию, для того, чтобы отчитаться о своей деятельности, ответить на вопросы. Несовершенство этого законопроекта отмечают и прокуратуры, и городская администрация, и горсовет. Такой же позицией придерживается администрация Сорочинского городского округа, например. Однако даже это, по мнению экспертов, не повлияет на принятие законопроекта. Я думаю, что законопроект будет принят в том виде, в котором он несен. Депутаты фракции Единой России по команде губернатора и своего руководства партии Единой России проголосуют за его принятие. Значит, ясно, что, скажем так, многие депутаты, представители органов, районов, муниципалитетов, они против этого, значит, выступали и будут выступать. Просто уже есть примеры других регионов, где такие законопроекты были приняты. И я думаю, что, к сожалению, наши депутаты не будут исключением. Если бы они были реальными избранниками народа, может быть, что-то было бы. А так мы же примерно себе представляем, что такое сегодня наше законодательное собрание. Кстати, депутаты городского совета уже задаются вопросом, кто будет следить за нарушениями на встрече. Неясно, и в каких случаях конкретно придется подавать уведомления о проведении таких публичных мероприятий. И вообще, какие вопросы можно будет обсуждать на таких встречах. В Оренбурге есть два дома, которые находятся примерно в одинаковом, очень плачевном состоянии. Но вот судьба жителей этих домов разная. Почему в городе Оренбурге таких историй все больше и в чем суть, расскажем о второй части программы. Новости в прямом эфире Оренбурге. И вот что вы увидите во второй части программы. Программа по переселению из ветковой жилья продолжает будоражить общественность. Одни жители 42-го дома по улице Павловской готовятся к переезду, другие же пытаются этого добиться. День малинового варенья – сладкий праздник. О пользе ягоды не спорит даже официальная медицина. От лакомства невозможно отказаться. И начнем с сюжета. Надежда Русяева из одной части дома переселяют, а под крышей другой люди остаются в опасности. Волна беспокойства из-за переселения из ветхого жилья не утихает. Жители продолжают звонить в редакцию с жалобами. Кого-то кто-то не согласен на переезд и всячески этому противостоит. Многие оренбуржцы мечтают покинуть свои дома и переселиться в безопасное жилье. Однако не могут этого сделать по ряду причин. Герои нашего следующего сюжета просто остались незамеченными. Тогда как их соседи пакуют чемоданы, многодетная семья обивает пороги ведомств, заявляя о своем праве на безопасность. Полуадреса расселяют, полуадреса нет. Фактически два дома – юридически один. По документам эти постройки относятся к 42-му дому улицы Павловской. В нем несколько квартир. Сейчас проживают только в трех. В 1985 году люди жили еще и в подвале. Но их расселили, а оставшиеся продолжают ждать своего часа. Я жил уже в 1989 году, но он был уже до меня признан аварийным домом. Начали переселять, но сами знаете, не успели нас переселить. Спустя 30 лет жители этой части дома дождались переезда в безопасное жилье. На днях появилось объявление, что дом признан аварийным. До конца августа людей планируют переселить. Однако эта многодетная семья осталась не у дел. Нам сказали, что ваш дом пока не попадает под программу в эту. И если хотите признать его аварийным, вызывайте за свой счет комиссии, оплачивайте все. Если бумаги заключат и сделают результаты, отправите нам эти результаты, мы тогда еще рассмотрим варианты. У нас так живет квартира один, у них два, у этих три идет. Почему один адрес и нас не признают аварийным? Официальный ответ жители получили от управления жилищно-коммунального хозяйства, в котором подробно представители городской власти изложили, какой перечень документов необходим для включения его в программу. Но также сообщили, что сейчас идет расселение людей из домов, признанных аварийными и подлежащим сносу до 1 января 2012 года. Однако люди уверяют, что комиссия вердикт по состоянию соседней постройки вынесла недавно. Сказали, что они два раза выезжали на комиссию, сама вот, я не помню, как у нее, гардер, что ли, фамилия. Она сказала, что они выезжали в Томаль, позапрошлый месяц у них была комиссия два раза, то есть к нам никто, они говорят, дом более худшим состоянием, говорю, а вы к нам заходили? Вы даже к нам никто не заходил, ни на какую комиссию. Ночью стены трещат, держишь, они просто трещат. Это у нас, получается, они в подвал уходят. В городской администрации уверяют, что экспертиза была сделана еще шесть лет назад. При этом подтверждающих документов нам не показали. Появление специалистов в доме месяц назад объяснили плановым объездом жилья, которое попало в программу. Ответ представителю управления ЖКХ на вопрос, почему часть жителей расселяют, а других нет, мягко говоря, удивил. Дом номер 42, литер А, был признан аварийным в 2011 году. Он является двухквартирным и поэтому вошел в программу переселения. На этой же территории, на этом земельном участке находится одноквартирный дом. Он в соответствии с законодательством не попадает в программу переселения. Одноквартирные дома не могут попасть в программу переселения. К тому же данный дом не был признан аварийным в соответствии с 47-м постановлением. Жители не обращались, они не проводили детально-инструментальное обследование своего дома. В ЖКХ также добавили, что после переселения жителей с подвала злополучной постройки помещение выведено из статуса жилого, что сыграло немаловажную роль для нынешних жильцов. Но несмотря на обоснование городминистрации, остается много вопросов. К примеру, что будет после того, как вторую часть дома снесут и останется другая. Сменится ли адрес этой оставшейся постройки или на карте города 42-й дома вовсе не будет числиться и почему жильцов пытаются взимать плату за капитальный ремонт, если по факту его называть теперь частным. Вода появится не раньше, чем через год, если вообще появится. В администрации Сакмарского района, где жители нескольких улиц в Татарской Каргале, которые уже 7 лет живут без воды, относятся весьма спокойно, озвучивают лишь механизм действия. Напомним об отсутствии центрального водоснабжения на нескольких улицах в посёлке Татарская Каргала мы рассказывали накануне. Люди уже 7 лет живут, как в пустыне. Чтобы получить хоть литр воды, им приходится преодолевать путь в 4 километра. Работающая колонка есть только там. Из года в год им лишь озвучивают новые сроки начала прокладки централизованного водоснабжения. В поселковой администрации ответ всегда один – финансирования нет. Ответственность перекладывают на администрацию Сакмарского района. Ситуация напоминает игру в пинг-понг. Ведь чиновники Сакмарского района наоборот утверждают, что решать проблемы жителей должна администрация посёлка. Это полномочия сельского поселения. У них свой бюджет. И они должны планировать свои деньги для того, чтобы строить дороги, снабжать водопроводленное население. Мы не можем, знаете, взять и просто так выделить деньги для того, чтобы они провели туда водопроводить. Единственное, что мы можем – войти в программу составления субсидии областных. В этом году нарядки выделили только на следующий год. Как добавил Евгений Рахимов, на главу поселковой администрации чиновники повлиять не могут. Могут лишь рекомендовать собрать все необходимые документы, чтобы можно было получить субсидию. Но глава татара Каргалинской поселковой администрации пребывает в отпуске. И, видимо, семилетний срок проживания без воды для жителей ещё может затянуться на неопределённое время. Оренбуржцы очень редко нервничают на работе. Исследования регионов страны, где работодатели больше всего играют на нервах у подчинённых, провели социологи одного из порталов по поиску работы. Оренбург находится на последних строчках рейтинга. По данным социологов, чаще всего испытывают стресс на работе жители Орловской области. Респонденты этого региона утверждают, что эмоциональное напряжение на рабочем месте сопровождает их ежедневно. Также в рейтинге нервозности отличились Ярославская и Тамбовская области. Специалисты выяснили, что на ответы жителей чаще всего влияют три главных фактора – большой объём работы, ссоры с начальством и слишком короткие сроки выполнения поставленных задач. Оренбург, наоборот, был отмечен в рейтинге самых спокойных регионов. 47% опрошенных признались, что на их нервах работодатели играют крайне редко или вообще никогда. Отражают ли данные исследования действительности? На самом ли деле лучше всех живётся работникам-оренбуржцам? Мои коллеги спросили об этом у горожан. Стоит сказать, что они подтвердили статистику и даже объяснили, почему. На работе стресс не испытывали? Да ладно, смешись, как нет стресса? Подчинённый должен иметь вид придурковатый, лихой, дабы у начальства не складывалось впечатление, что он умнее начальства. Вот приходится руководствоваться этим принципом, и от этого нервничаешь. Ну а стресс – это нервы. Я занимаюсь тем, что мне нравится, я его, если испытываю, то чуть-чуть, потому что я счастлив, занимаюсь тем, что я делаю. Наоборот, люди отдыхают на работе. Дома они стресс получают, на работу идут, отдыхают. Нет, я не испытываю на работе стресса, потому что занимаюсь своим делом. Саренбуржцы были добрые люди, и все меньше стресс показывают на людей. Исследования были не такие, не такого качества, и не с таким количеством людей. Мне кажется, сейчас любая работа, она требует стрессоустойчивости. Нет, я умею себя гармонизировать. Сейчас, в 21 веке, каким-либо официальным рейтингом верить нельзя. Ну что же, некоторым аренбуржцам остается только позавидовать. Между тем, День малинового варенья сегодня, он не так появился в календаре праздничных дат. В 2015 году об этом дне заявило кулинарное интернет-сообщество, но дата была выбрана не случайно. На России День малинового варенья по традиции отмечали ежегодно именно 16 августа. Праздник был посвящен ягоде, которую собирали в лесу. Лакомство из малины всегда славилось пользой, целебными свойствами. С любителями ягода общалась Татьяна Штылер и Никита Плотников. Три сорта здесь. Вот есть такая продолговатая, а есть прям круглая. И желтая вот. Она такая желтая, сладкая, сладкая. Малина – растение неприхотливое, в нашей стране растет практически повсеместно. В городских окрестностях ни один дачной участок не обходится без кустика малины. Урожайность зависит от сорта и ухода. Весной рыхлим, потом немножко погодя, я говорю, где-то через месяц, когда вот уже молодые побеги пойдут, вырезаешь ее, оставляешь там у куста, например, 2-3 побега, а остальные все удаляешь, чтобы загущения не было. Ну, осенью все старые удаляешь, и опять получается, если лишний какой-то подрос куст, его можно пересадить. Наталья Мальцева растит малину для детей и внуков. Мальцев считает равнодушных к этой ягоде, встретишь редко. Польза малины неоспорима. Признает это и официальная медицина. Она входит в состав различных лекарственных сборов. Малина богата витаминами, пектинами, калием и магнием. Варенье – незаменимое средство при простуде. Морсы делать, чтобы питье было постоянное. У меня такой бокал есть большой, мы туда насыпаем. Этой малиной тоже толкушечкой растолкли, с холодильника достали, толкушечкой растолкли и заливаю кипятком. Стоит, настаивается, и потом кто больной, тот пьет. Вот температура моментально сходит. Я по себе даже могу сказать. Малиновое варенье полезно и очень вкусно. Во всем мире тысяча поклонников варят его ежегодно. А кроме того, из малины готовят соки, сиропы, вины, настойки. Ее сушат, замораживают, добавляют во фруктовые салаты, создают кулинарные шедевры. У нас сегодня малиновый тарт. Это очень приятный десерт. Со свежей малиной именно. И в сочетании со сливочным кремом нежным, притом песочное нежное тесто. То есть это очень, я думаю, всем понравится. Взбитый творожно-сливочный крем со сгущенкой безупречно сочетается с ягодой. Приготовить такое лакомство под силу любой хозяйки. Ощутите вкус лета и балуйте всегда своих родных и близких, и любимых вот такими десертами. Ягодные десерты популярны всегда. Летнее лакомство идет на ура. Диетологи говорят, в увлечении малиной главное знать меру. За этой ягодой закрепилось третье место по аллергенности после клубники и земляники. Продолжая русские традиции, фестиваль малины ежегодно проводят в Рязанской области в селе Новоселке. Со всей округи садоводы везут урожай, а покупатели приезжают со всей страны. Маленький малиновый праздник каждый может устроить в своей семье. И это не потребует больших усилий. Несколько ягод и одна ложка варенья обеспечат хорошее настроение. Гриша, а ты в каком виде любишь малину? В желтом. По какой причине сотрудники канатной дороги отказывают горожанам в поездках? И почему автомобилю скорой помощи не всегда удается доставить пациента в центральную районную больницу оперативно? На эти другие вопросы ответ знает наш дежурный корреспондент Ольга Токарева в курсе народных новостей. Каждая минута на счету заявка в редакцию поступила от технической службы центральной районной больницы. Сотрудники рассказали, что подъехать к карете скорой помощи в медучреждение с некоторых пор очень проблематично. Проезд загораживают автобусы 31 маршрута, которые устроили там конечную остановку. Выстроенные в хаотичном порядке машины мешают въезду. В управлении пассажирского транспорта пояснили, что уже лет 6 на этом месте находится официальная конечная 31 маршрута. До этого проблем якобы никогда не возникало. Чиновники заверили, что свяжутся с перевозчиком и сообщат о поступающих жалобах. Кроме того, специалисты управления в ближайшее время выйдут на место, чтобы оценить ситуацию своими глазами. Вопрос на контроле. Самоуправство или банальная наглость? Молодая мама Татьяна обратилась в редакцию. Рассказывает накануне, во время прогулки с сыном в Зауральной роще они хотели проехаться с семьей на фуникулере. Ни для кого не секрет, что сейчас во время ремонта ступеней на набережной находятся в удручающем состоянии. И подниматься по ним с ребенком достаточно сложно. И все бы ничего, но дело в том, добавляет Оренбурженко, что буквально перед их носом контролер захлопнул дверь кабины. И сообщил, что канатная дорога закрыта. Якобы сотрудники уходят на обеденный перерыв. Что за безответственность? Негодой Татьяны хочет выяснить время работы фуникулера. В администрации пояснили, что канатная дорога на обед не закрывается. В городской администрации в принципе очень удивились, узнав, что сотрудники занимаются самоуправством. В ситуации пообещали разобраться в ближайшее время и повлиять на нерадивых контролеров. Спасибо за профессиональную работу. Светлана благодарит начальника производственного отдела одной из управляющих компаний, Надежду Поликанову. Как только в коммунальный вопрос вникла именно она, проблема тут же решилась. Такой сотрудник достоин отдельной похвалы и уважения жильцов, добавляет Оренбурженко. На этом у меня все. Делайте новости вместе с нами. Сообщайте о том, что происходит в городе и в вашей жизни. Телефон вы видите на экране. Звоните. Большой футбол, возможно, наконец докатился до Оренбурга. Сегодня оренбуржцы наблюдали, как в городе на одном из самых оживленных перекрестков устанавливали огромный мяч. В социальных сетях сразу стали появляться фотографии и интересные названия. Футбольный мяч, который в диаметре 3 метра, теперь стоит на пересечении улиц Терешковой и Хабаровской. Отчего горожане в своих комментариях назвали город в шутку Бразильбургом. Композиция из пенополистирола расположена на одной из самых оживленных магистралей города. Огромная фигура видна издалека. Как сообщили в администрации Северного округа, макет скульптуры был согласован главным художником Оренбурга. А деньги на создание огромного мяча пожертвовали предприниматели, которые пожелали остаться неизвестными. Это своего рода подготовка к Чемпионату мира по футболу в будущем году. Ну и на этом у нас пока все новости. В следующий раз встретимся в 23 часа. Напомню, все наши выпуски вы можете смотреть на нашем канале в Ютубе, также на 21-м канале. Это антенна в наших социальных сетях, группах Орен ТВ. Всего хорошего, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»